Вы смотрите эксклюзивную программу канал Аудор. Я познакомился с астронавтом. Это был командир первой международной космической станции «Вильям Шепард». Как-то он предложил устроить мне экскурсию по космическому центру в Хьюстоне, где он работал. Я приехал на стоянку в 6 утра. Он подъезжает и говорит, тебе запомнится этот день, и не только потому, что ты увидишь много интересных вещей. Ты познакомишься с очень интересными людьми. Навстречу пришли Юджин Стоунер со своей женой. Когда мы пожимали друг другу руки, Стоунер посмотрел на меня и говорит, «Я вас знаю. У вас магазин оружия в Небраске». Я чуть не упал. Не мог в это поверить. Джентльмен, очень учтивый, с хорошим произношением и гениальный конструктор огнестрельного оружия. КОНЕЦ КОНЕЦ Огнестрельное оружие США с Джо Монтэнья Её считают самым узнаваемым стрелковым оружием в мире. Эта винтовка дольше других, остающаяся на вооружении армии США. Её скопировали многие страны. Её гражданский аналог производится почти на каждом оружейном заводе. Но когда она впервые появилась, из-за возникших трудностей, многие принялись писать ей некролог. Заявляли, что её приняли на вооружение благодаря политическому давлению, а не боевым качествам. А её конструкция представляла собой полную противоположность образа боевой винтовки армии США. Конструктора звали Юджин Стоунер. А эта винтовка — М-16. М-16 появилась на свет во время войны в Корее. Тогда мы воевали с оружием Второй мировой — автоматом Браунинга, М-1 и карабином М-1. В Корее мы столкнулись с такой боевой тактикой, как человеческая волна, когда на вашей позиции валит огромная толпа корейцев. В этих условиях необходима была огневая мощь. Всё зависело от того, какую огневую мощь вы можете противопоставить такому количеству живой силы противника. В 1955 году Юджин Стоунер, молодой авиаинженер из компании «Арм-Алайн», разработал концепцию винтовки будущего. Пластик космической эры, авиационный алюминий, дизайн, который больше напоминал «звёздные войны», чем мировые. Пожалуй, Юджина Стоунера можно назвать Джоном Браунингом XX века, конструктором, чьё видение огнестрельного оружия так сильно отличалось от общепринятого. Во Второй мировой он служил на флоте и всю жизнь имел дело с патронами 30-го калибра. Он ненавидел мелкокалиберное оружие. В ВВС нужна была винтовка, которой можно было оснастить военную полицию. Стоунер разработал новую винтовку АР-10 калибра 7,63 мм. Она была изготовлена из авиационного материала алюминия. Он собирался создать превосходную боевую винтовку 308-го калибра. В 1957 году, после проведённой военными серии экспериментов с амуницией небольшого калибра и высокой скорости пули, Виллард Вайман, глава командования континентальной армии, заказал Спрингфилду новый образец оружия. Ему сказали, что на это потребуется до 4-х лет. Вайман слышал о Столнере и видел АР-10. Он полетел в Костомесу и сказал, сколько нужно, чтобы сделать такую винтовку. Столнер ответил 6 месяцев, приступайте. Для «Арма Лайта» это был шанс пробиться к армейским поставкам и подорвать монополию Спрингфилда на оружие военных образцов. Разработанный впоследствии патрон получил название «2-22 специальный». Когда его приняли к серийному производству, его обозначением стало 223. Столнер уступил, мол, хозяин-барин, и собрал первую АР-15. Столнер отнес винтовку генералу Кертису Лимею. Это известный генерал времён Второй мировой, который оставался на руководящих постах и в конце 50-х. Генерал Лимей стрелял из АР-15 по арбузам. Арбузы разлетались вдребезги, и Лимея это впечатлило. Он посмотрел на это и сказал, отлично. К тому же оружие было лёгким, чуть больше двух килограммов. Замечательная винтовка. Они опробовали АР-10 и новый прототип АР-15 в местах базирования американских войск в Юго-Восточной Азии и других странах. Военные не проявили интереса к АР-10, им понравился АР-15. Кертис Лимей купил 15 тысяч полуавтоматических винтовок АР для использования экипажами самолётов. Потом их увидел какой-то генерал пехотных войск, и ещё один, и ещё. Вскоре военные сказали, что это оружие придётся кстати. Нам предстоит воевать в Юго-Восточной Азии, где мы будем стрелять по противнику в ближнем бою. Хотя это и был не тот калибр, который изначально выбрал Стоунер, 556 всё же оправдал возложенные на него ожидания. В истории армии США было несколько легендарных винтовок, каждая из которых определяла свою эру огневой мощи Америки. Но одна из них оставалась на вооружении дольше других, и на сегодняшний день ей не нашли достойной замены. Это винтовка М-16 Юджина Стоунера. Она стала своего рода ответом на эволюцию стрелкового оружия того времени. Это неотъемлемая часть Америки 50-х годов, среды, в которой она появилась. Это было время использования новых материалов, пластмасс. Тогда возникла компания Таппервер, производящая пластиковую посуду. Аэр-15 своего рода Таппервер военно-промышленного комплекса. В ней использована схема прямого отвода газов в затворную коробку. Газовая трубка, идущая к затворному механизму, является продолжением газового отверстия. Это длинный газоотвод. Большинство людей не знают, что в Аэр-15 и Аэр-10 нет газовой каморы и газового поршня. У её патронов всегда были некоторые ограничения. Я всем говорю, воспринимайте её как карабин, а не винтовку. Мне говорят, но ведь она ведёт прицельный огонь на 600-800 метров. Да. Но убойная сила, способность сбить с ног животное на двух или четырёх ногах, теряется после 250 метров. 223-й патрон для вармитинга. Им хорошо стрелять по суркам с большого расстояния. Когда нет ветра. Многие предпочитают её М-14, благодаря её убойной силе и меньшему количеству патронов. И всё же, 308-й — очень эффективный калибр. Конечно, переход от 30-го калибра М-14 к АР-15 — это разительное изменение. Обстоятельства войны во Вьетнаме полностью отличались от Европы конца Второй мировой. Мы разработали М-14, а Европа — ФН-ФАУ. Это оружие, созданное для прошедшей войны. Но мы больше не на прошедшей войне. Какое оружие нужно нам во Вьетнаме? Уж точно не винтовка с деревянным прикладом. Нам нужно неуязвимое оружие. Нам не нужны патроны 30-го калибра. Нам нужны патроны 22-го. «Армалайт» провёл испытания вместе с военными. Но у них была только фабрика для производства прототипов. Они выпускали не больше сотни образцов за месяц. Поэтому сначала им нужно было добиться принятия винтовки на вооружение, потом продать конструкцию крупной компании. Новым оружием сразу заинтересовалась компания «Кольт». Как только автомат был успешно опробован военными, и он успешно показал себя, его захотели получить и гражданские. От заказов не было отбоя. Я служил в авиации, когда на вооружение поступил АР-15. Впервые я получил этот автомат на борту Си-130 над Юго-Восточной Азией. Это было новое оружие. Конечно, на первых порах были осечки, были ещё какие-то проблемы. И всё же это был настоящий прорыв. Задуманная Стоунером винтовка будущего стала стандартной винтовкой настоящего. Но джунгли Вьетнама показали, что у, казалось бы, идеальной конструкции были фатальные недостатки. Школа оружейного мастерства от Мидвэй-Юэсэй с Ларри Поттерфилдом. Нам часто приходится самим мастерить детали старого оружия. Я Ларри Поттерфилд из Мидвэй-Юэсэй. Сейчас покажу, как это делается. У меня есть винчестер Лоу Волл 1885 года, стрелявший патронами бокового боя 32-го калибра, переоборудованный на Магнум 357. После первой же пристрелки стало очевидно, что ударник бьёт по капсюлю слишком низко. Это не проблема. Я просто подниму затворный механизм, заменив серьгу более длинной. Новую серьгу я изготовлю из латуни толщиной четверть дюйма, потому что с ней легче работать, чем со сталью. Отверстие сверлится сверлом номер 9. После этого я ввожу на латуни контур родной серьги. Для этого я использую керн. Нижнее отверстие смещается на одну двадцатую дюйма, соответственно, делается отступ контура. Новая серьга выпиливается и вытачивается. Закончив работу, можно попробовать вставить новую серьгу в механизм. Возможно, вы всё сделаете правильно с первого раза, а возможно и нет. Теперь нужно изготовить из стали рабочую серьгу. Провести термоупрочнение и собрать винтовку. Иногда единственный выход — это изготавливать детали оружия самому. С вами был Ларри Поттерфилд из Мидвей-Юссей. Огнестрельное оружие США с Джо Монтэнья АР-15 могла бы снискать славу, но оказалась не на той войне. Суровые условия вьетнамских джунглей в сочетании с грубыми военными просчётами превратили невиданный успех в поражение, стоившее немало человеческих жизней. Солдат армии США. 60-е привели его сюда, в Южный Вьетнам. Винтовки, которые взяли на вооружение ВВС, ещё много лет назывались АР-15. Первые образцы, поступившие в сухопутную армию, также назывались АР-15, но после официального взятия на вооружение название сменили на М-16. Я пошёл служить в 63-м. Попал в резервную стрелковую роту. Мне так и не пришлось побывать на войне во Вьетнаме. За время службы в морской пехоте я ни разу не держал в руках М-16. Моя служба закончилась до того, как они появились. Пехотницы, участвующие в боевых действиях во Вьетнаме, получили их, но сначала шли на войну с М-14. С М-16 возникало много проблем. Первое оружие, которое я получил в армии, — это ХМ-16Е1. Нестандартный образец. ХМ означает «экспериментальное». Если честно, это было привередливое оружие. Оно не обладало надёжностью, на которую мы рассчитывали. Вы мало их чистите. Мы начали чистить чаще. Жалобы не исчезли. Нам сказали, вы слишком часто чистите. Мы перестали чистить. Виноватым всегда был солдат. Причиной того, что в работе оружия возникали проблемы. Система с прямым отводом пороховых газов очень легко загрязняется и выходит из строя. В силу очевидных причин она более уязвима, чем механизм с газовым поршнем. В очень влажном климате Юго-Восточной Азии эти автоматы быстро ржавели и выходили из строя, хотя боеприпасы были нержавеющими. Патрон калибра 5,56 мм работал, как и должен был. С ним всё было в порядке. Проблема была не в патроне, а во всём остальном. Отсутствие наборов для очистки, порох низшего качества, много других проблем, которые впоследствии были разрешены. К 1970 году трудности начального периода были преодолены хромированием ствола, коморы и затвора. На каждой войне был свой лучший патрон. Во Вьетнаме лучшим патроном был, пожалуй, патрон 5,56. Этот крошечный патрон, 223-й, замечательный боеприпас для АР-15. Это отличный патрон для современной войны. К концу войны во Вьетнаме военные осознали потребность в неприхотливом оружии, которое было бы менее уязвимо для грязи и песка. В М16А1 появилась клавиша для принудительного досыпа патрона. А М16А2, разработанная полковником Дэвидом Латцем, была оснащена прицелом барабанового типа, передвижным прицелом, улучшенной ствольной коробкой, более длинным прикладом и ложем. Эта платформа очень удобна, потому что приклад оружия совмещен с осью ствола. Поэтому отдача идет прямо назад. После того, как М16 была принята армией США, вооруженные силы многих стран сделали ее своей штатной боевой винтовкой. Они сделали правильный выбор. Это очень точная, послушная винтовка и при надлежащем обращении может быть очень надежной. И я понял это, сравнивая ее с другими видами оружия. Это эффективное средство для подавления живой силы противника. К этому моменту М16 наконец завоевала роль уготованную ей от рождения, стандартной боевой винтовки всего свободного мира. Но условия ведения боя меняются. Сможет ли оружие, прошедшее боевое крещение в джунглях, выжить в пустыне? На 30-м году службы М16 снова побывала на войне. Джунгли Юго-Восточной Азии определили ее конструкцию, а пустыни Среднего Востока — ее будущее. Когда американские войска вошли в Афганистан и Ирак, штатной винтовкой была М16. Очень скоро военные поняли, что в новых условиях, где много песка и пыли и нужно быстро вылезать из Хамви, длинный ствол М16 только мешает. Популярность получил карабин М4. Он обеспечивал такую же огневую мощь, что и винтовки серии М16, не уступая по другим характеристикам. Основным преимуществом стала система рельсовых креплений, которая прикрепляется либо к верхней части ствольной коробки, либо к соединительной муфте ствола, но не прикасается к стволу. Если посмотреть на любое современное сухопутное подразделение, стрелковое, пехотное, у каждого стрелка, каждого пехотинца есть на оружие какое-то оптическое приспособление. лазерный прицел, диоптрический, голографический прицел. Там есть всё, что только можно представить. Фонарь, лазерный прицел, радиолокатор, позволяющий определить, с какой скоростью к тебе приближается противник. Благодаря использованию оптических систем уровень попадания сейчас самый высокий в истории. Её выбирают все подразделения сухопутных войск, которым нужно вести прицельный огонь на большие расстояния. Например, Талибан ведёт обстрел издалека, труднодоступной горной местности. И какой калибр сегодня всё чаще выбирают производители оружия? Тридцатый. Нам следовало бы выбирать патроны в зависимости от театра военных действий, в котором они будут применяться, а не делать ставку на универсальный патрон. Я понимаю, что это создаст нагрузку на систему логистики. Но и что? Пока оружейная технология не разовьётся настолько, что сможет отказаться от патронов вообще, перейдя на лучевое или какое-то другое оружие, превзойти этот образец вооружения будет очень сложным. Какие есть альтернативы? Военные США рассматривали FN-SCAR, его называли оружием будущего. Но если сравнить FN-SCAR с нынешним M4 или M16, А4 возникает вопрос, чем же FN-SCAR так отличается от них? Ответ — практически ничем. И сегодня, в начале 21 века, M16 остаётся проверенной рабочей лошадкой армии США. Как долго она сохранит свой статус, никто не знает. Но оружие, которое насмешливо называют пластмассовой игрушкой от Mattel, оставило неизгладимый след в истории войн. Я Джо Монтендия, вы смотрели программу «Огнестрельное оружие США». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Женя, благодаря политическому давлению, а не боевым качествам. А её конструкция представляла собой полную противоположность образа боевой винтовки армии США. Конструктора звали Юджин Стоунер, а эта винтовка М16. М16 появилась на свет во время войны в Корее. Тогда мы воевали с оружием Второй мировой, автоматом Браунинга, М1 и карабином М1. В Корее мы столкнулись с такой боевой тактикой, как человеческая волна, когда на вашей позиции валит огромная толпа корейцев. В этих условиях необходима была огневая мощь. Всё зависело от того, какую огневую мощь вы можете противопоставить такому количеству живой силы противника. В 1955 году Юджин Стоунер, молодой авиаинженер из компании Arm Alliant, разработал концепцию винтовки будущего. Пластик космической эры, авиационный алюминий, дизайн, который больше напоминал звёздные войны, чем мировые. Пожалуй, Юджина Стоунера можно назвать Джоном Браунингом 20-го века, конструктором, чьё видение огнестрельного оружия так сильно отличалось от общепринятого. Во Второй мировой он служил на флоте и всю жизнь имел дело с патронами 30-го калибра. Он ненавидел мелкок... Навстречу пришли Юджин Стоунер со своей женой. Когда мы пожимали друг другу руки, Стоунер посмотрел на меня и говорит, «Я вас знаю. У вас магазин оружия в Небраске. Я чуть не упал. Не мог в это поверить. Джентльмен, очень учтивый, с хорошим произношением и гениальный конструктор огнестрельного оружия». Огнестрельное оружие США с Джо Монтэнья. Ее считают самым узнаваемым стрелковым оружием в мире. Эта винтовка дольше других, остающаяся на вооружении армии США. Ее скопировали многие страны. Ее гражданский аналог производится почти на каждом оружейном заводе. Но когда она впервые появилась, из-за возникших трудностей, многие принялись писать ей некролог. заявляли, что ее приняли на вооружение. Вы смотрите эксклюзивную программу канала «Аудор». Я познакомился с астронавтом. Это был командир первой международной космической станции Вильям Шепард. Как-то он предложил устроить мне экскурсию по космическому центру в Хьюстоне, где он работал. Я приехал на стоянку в 6 утра. Он подъезжает и говорит, «Тебе запомнится этот день, и не только потому, что ты увидишь много интересных вещей. Ты познакомишься с очень интересными людьми». Играет музыка.